Комбинаты Мы исповедовали, что эти новые активные люди должны выйти, дайте им возможность прийти в городской совет. Они искренне хотят развивать город. Те, которых вы ставите, главные бухгалтера с комбинатов, ну не будут они заниматься городом. Дайте возможность этим ребятам прийти. Да, они, может быть, не профессионалы, они не управленцы, но они научатся. Но они уже будут движущей силой. В этом вот сложность положения нашего города. Потому что в конечном итоге то, что творят комбинаты, ну буквально через колено ломая здесь все, пустив огромный ресурс, не доплачивая людям заработную плату, не повышая ее. Ведь они снизили зарплату, было у нас 600 долларов на комбинатах, сейчас 300. И в данной ситуации они садят и город. И вот эта оголтелость, она, конечно, возмущает. Потому что в конечном итоге тут надо думать и о последствиях этих выборов. Ну, захватите вы эту власть. Но вы ж учтите, вот этот актив, он остается. И он будет себе искать применение. Он так это все дело не оставит. Он будет возмущаться. У вас не будет спокойной жизни. Вы не рассчитывайте на это. Мы им поясняем. Ну, к сожалению. Ну и давайте так. В принципе, вот выборы 29 числа. Здесь желательно, чтобы демократические партии все же объединились. Но у вас конфликта с комбинатами не возникло? Возник. Возник. Значит, нет, они притаились. Будем говорить так. Главный руководитель Мединвеста смс-ку прислал мне такую язвительную. Вот. И в данной ситуации они сейчас выбирают, с какой стороны, ну, как бы отбить упреки мои, которые были в комментарии. А с другой стороны перейти где-то как-то в атаку или там дать отпор такой публичный, наглядный. Ну, как бы поставить на место. Вот. Такие планы они вынашивают. Ну, хотя я не думаю, что у них это получится. Потому что, ну, согласитесь, я там ничего не переврал. Вот. В принципе, там ничего личного не было. Ну, объективная оценка ситуации – то, что есть. Вот. И в данной ситуации выискивать где-то какие-то моменты, вот. Где-то там что-то перекручивать. Ну, вряд ли что у них получится. Где-то там что-то.